13-летняя Соня сегодня первый раз на цирковом занятии. Она с энтузиазмом выполняет все задания. Учится жонглировать, перебрасывать кольца, ходить по канату. Это минимум, но здесь и не нужно обладать безграничным цирковым талантом. И никто не стремится на сцену шапито. Соня, как и все дети в группе, аутист. Ты любишь цирк? Да. Любишь? Да. Тебе жонглировать нравится? Да. Цирк – это не случайное направление, ведь он ассоциируется с чем-то ярким и веселым. Занятия помогают таким особенным ребятам, во-первых, социализироваться в обществе, а во-вторых, максимально выплескивать энергию. Цирк – это баланс, координация и ритм. Именно здесь, отрабатывая внимание на таких простых упражнениях, можно потом научить деток даже кататься на велосипедах. А еще с помощью цирковых трюков аутисты учатся чувствовать и контролировать свое тело. Все это позволяет им увереннее вести себя с другими и не бояться людей. Очень многие проблемы, связанные с состоянием аутизма, они нивелируются, смягчаются, уменьшаются именно аутистические проявления, паника, страх ко всему новому. Кстати, ошибочно считается, что детям-аутистам не нужно общение, что они замкнутые и закрыты от окружающего мира. А они просто не умеют общаться. Их нервная система, как языковой барьер туриста, оказавшегося в другой стране. Хочешь что-то сказать, а не получается. Но энергия-то все равно накапливается, как и у всех детей. И если ее никуда не выплескивать, ребенок может стать агрессивным и даже деградировать. У нас прогресс в первую очередь в речи пошел. До шести лет ребенок молчал. И вот мы упор делали именно на научной труд. Ну, ребенок сам интерес к этому проявил. И мы стали тему как бы развивать. И у ребенка стала речь поплевываться. Чем дальше, тем лучше. Четыре года назад родители таких детей создали неформальное общество помощи аутистам «Маленький принц». Они арендовали помещение и сами организовали для ребят различные занятия. Здесь лепят, рисуют, танцуют, ставят пьесы, цирковые номера. Недавно добавились кулинарные курсы, где детей учат готовить сладости. А в скором времени планируют открыть и музыкальную студию. Мы же привыкаем. Мы сюда идем с желанием. Ну, ничего, он получается, он даже встал, он захотел. В «Маленьком принцу» около 20 аутистов от 3 до 30 лет. Одновременно могут заниматься 5 человек. Само общество поддерживается членскими взносами родителей. И оно не закрытое. Семьи с детьми аутистами могут свободно приходить на занятия. Кстати, скоро в «Маленьком принце» планируется свой внутренний концерт. А потом, может быть, организуют масштабное выступление детей и пригласят всех желающих. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.